По приезду в Красночекойский район Александр Осипов вместе с руководителями профильных министерств побывал в селе Урлук и первым делом заглянул в сельскую общеобразовательную школу, где учатся 137 детей и работает 56 человек. Губернатор осмотрел учебные классы и посетил школьный музей. Его история началась еще в 50-х годах прошлого века. Все эти годы редкие экспонаты собирали всем селом. Исторические артефакты разместили в трех кабинетах школы. Главный экспонат это наша кольчуга. Кто еще не был в нашем музее, посмотрите. Еще в трех классах, благодаря открытию центра «Точка роста» появилось новое оборудование для изучения физики, химии и биологии. Вся проблема в том, что сегодня школе требуется капитальный ремонт. В первую очередь необходимо заменить окна. Кроме того, здесь нет спортивного зала. Губернатор поручил профильным ведомствам рассмотреть все возможности финансирования строительства. У руководства школы уже есть проектно-сметная документация на возведение объекта, уже пройдена государственная экспертиза. Поскольку зал для занятий спортом будет находиться в отдельном помещении, прилегающем к территории школы, было поручено включить в план строительства теплый переход из школы в спортивный зал. А вот в сельском доме культуры ремонт был проведен в 2021 году, хотя работы еще не завершены. Не установлены водостоки, не обшит металлом карниз, не обустроен парадный вход. По словам губернатора, необходимо применить меры по отношению к подрядчику, который оставил такие недоработки. Сметная стоимость ремонтных работ составила около 20 миллионов рублей. В селе Архангельска Александр Осипов посетил музей «Дом крестьянина Семейского», который расположен в подлинной избе 300-летней давности. Хозяйка музея Надежда Родионова собрала и хранит уникальные предметы быта семейских. Основу экспозиции составила ее личная коллекция. Здравствуйте! Вот я, вот моя родина, это мой дом-музей, а я его хранительница. Вот такой мелкий обрабатывали стебли конопляные, потом ее сучили, вязали, пряли и ткали. По поручению губернатора Министерства культуры окажет поддержку хозяйке дома-музея в оформлении документов для подачи заявки на участие в конкурсе грантов президентского фонда культурных инициатив. Это поможет сохранить уникальные реликвии. Вера Садулина, Галина Миртова, Максим Лобачев, РТК «За Байкалье».